На середину! И наблюдать за титульным поединком, где общение углово Степан Горшечников, представитель Красноярска, а в красном по ряду Надилов, представитель Таджикистана, клуб Байонов Тим, ну что? Никита, скажи мне, прежде всего, этот бой слишком ожидаем? И ты как считаешь, в чем хорошим именно Горшечников, в чем хорошим именно Адилов? Я считаю, что в первую очередь, наверное, про Адилову скажу, у него хорошая техника рук и хорошая вольная борьба. Степан Горшечников также является хорошим боксером, и он очень обученный боец. Ты уже подмечал, что он тренируется, проходит свои тренирующие кэмпы в Сим-Стрела под руководством Тараса Кьяшко. Грамотно он вставал с партером, грамотно он работал у клетки. Как здорово в конце он локтем отработал, победив Кузьмина. Вот это мне очень сильно бросило в глаза, и я думаю, что именно его обученность будет для него ключом к победе. Сейчас я смотрю, и мне бросается в глаза именно взгляд Фаридуна Адилова. Посмотри, насколько широко и насколько он так внимательно смотрит на своего соперника. Да, но он заряжается. Мне кажется, что Фаридун немножко зажат. Смотри на Степана, как легко, как легко раздергивает руками он работает. Но все-таки огромная ответственность перед Фаридуном Адиловым, потому что здесь у нас на МТЛ-арене собралось достаточное количество фанатов именно Фаридуна. И я представляю, какая-то огромная ответственность. Но я и представляю, что сейчас все те, кто болеют за Степана Горшечникова, пускай не здесь, ну кто-то есть, конечно, но они у экранов смотрят трансляции и очень хотят, чтобы титул чемпиона GFC в полутяжелом весе приехал именно в их город. Это августовский турнир, когда Кирилл Кузьмин хорошо начал в том поединке. Да, да, и пал под кулаками Степана Горшечникова. И посмотри, как хорошо Степан чувствует дистанцию прежде всего. Да, мне очень нравится, импонирует манер борьбы бокса Степана Горшечникова. Очень хорошо раздергивает, работает по этажам. На самом деле, что интересно, что Степан очень долго сейчас проводит разведку. Посмотри, уже прошло почти три минуты, а разведка тем временем продолжается. А пять раундов торопиться некуда, всего лишь в первую из последних. Конечно, пять раундов это невероятная дистанция, которую можно пройти, будучи самым большим таким профессионалом. Я очень сомневаюсь, у нас же досрочная какая-то чья-то победа. Хорошей левой ногой по кричине ударил. Есть подозрение, что попал, как или иначе, давайте посмотрим. Нет, нет. Есть ощущение, что Степан Горшечников попал в нужное место, потому что на секунду... Да, да. И стоит отметить, что Степан работает в стойке легче. У него левая нога силовая, и левая нога именно идет в печень. То есть для Адилова он пропускает с дальней ноги удары в печень. А Горшечников, ну, просто по ребрам, в селезенку, это не такие страшные удары. Видно, что парни сумели хорошо восстановиться. Я накануне заходил, кстати, к Фаридону Адилову и наблюдал, насколько изобилие фруктов восстановительных. То есть я к тому, что прошла очень хорошая весогонка. И посмотри сейчас, откуда-то непонятно. Даже кусок бинта от Трипа отвалился от этого удара. Есть покраснение на лице у Степана Горшечникова. Решил провести тейкдаун. Степан, нет, нет, получается у Фаридона. Пока не получается, рано-рано говоришь. Степан очень хорошо балансовывает. Согласен, согласен, согласен. Сейчас посмотри, как на одной ноге оказалось в безопорном положении Степан Горшечников. Прекрасный, прекрасный бой. Это всего лишь первый раунд, 36 секунд остается. И отбивает, отбивает ноги Фаридон Адилов. 30 секунд. И, конечно, в социальных сетях Лиги Джерси много было вопросов, куда лучше поезд отправится. Красноярский Редушан Б. Посадил, посадил все-таки Фаридону. Ну, смотри, смотри, он просто с ним встает. Здорово, здорово. Как бы намекая судьям, которые сейчас записали в актив Фаридону, что... Ой-ой-ой, хороший бэкфист. Надо собирать раунд одному из них. Вопрос только, кто это будет. Не рискует, не рискует, понимают. И ваша поддержка! Второй раунд начинается. Это чемпионский бой Фаридон Адилов против Степана Горшечникова. И как же хорошо начинает Фаридон. Крайне заряженный боец. Попадает по корпусу. Причем Степан хорошо дистанцию чувствует. Ну, согласись. Да, да. Причем, если первый удар, он как бы доветает. Но на втором уже Степан... Ой-ой-ой-ой-ой! Попадание справа. Прозевал этот удар Степан. Справа попадает Фаридон. Есть, подождите, еще, еще. Пробует себя с правым мидл киком. Легкая перестрелка лоу-киками. Посмотри, как на даже на повторе Фаридон просто смотрит в глаза. И продолжается работа. Степану Горшечникову нужно отвечать, потому что Фаридон уж очень хорошо попал в правой. Может, еще один будет? Ой-ой-ой! И Степан, в свою очередь, хорошо попадает слева. И добавил еще и ногой потом. Да. Классно, классно. Полутяжелый вес, на самом деле, любой удар может стать последним. Оба спортсмена обладают... Видно холоднокровие. Холоднокровно очень выглядит Степан Горшечников. Отбивают ноги. Проверяют друг друга напротив с лоу-киками. Это сразу домашняя заготовка. Видно было. Да, да. Видно, что в плане у него левая нога поздно. Что-то прописано. А вот здесь на секунду мне показалось, что Степан как-то подзакиснулся. Потому что и руки опустились у него. Ну, вот на мгновение опять. Ты посмотри, да, в области левого ребра уже достаточно такая серьезная. Розовая вмятина намечается. Придунать. И на попытках тейкдауна удалась. Две минуты по 50 секунд до конца второго раунда. Хорошо работает Фарикун. Да, но мы, конечно, по тяжелому замку. 30 секунд. Степан тоже работает, пытается вставить голень. Разорвать дистанцию несколько ударов. Снизу оверху. И пытается по ряду нанести такой максимальный урон. Но времени остается совсем немного. О, это после команды был удар. Ну, а мы продолжаем с вами смотреть титульный бой турнира GXC 29. В полутяжелом весе Придуна Дилов против Степана Горшечникова. Пока, честно говоря, скромный, спокойный бой. Продолжают тейпы в разные стороны лететь. В бинты. Хорошая работа в стойке. Взрываешься от Дилов. Выжидает. Выжидает работать вторым номером. И затем взрывается с одиночным ударом. Хочу провести такую заготовленную комбинацию. Если у меня подозрение, это правый оперход. Потом такой уход немножко. И, собственно говоря, не получилось. Правый джеб попытался похоронить Степана Горшечникова, как его реализовать. И работает корпус голова. Фаридуна Дилов. Заряжается. Очень хорошо зарядился сейчас на этот удар. Но Степан чуть не подловил его на этом действии. О, хорошо с третьим апперкотом с передней руки. Степан Горшечников и Адилов, в свою очередь, реваншируется с ударом. Вправо входит в ноги. Степан Горшечников все-таки пропускает этот тейкдаун. Три минуты и двадцать секунд остается до конца третьего раунда. И сценарий второго раунда продолжается. Да, вновь после середины раунда Фаридуна Дилов Фаридуна Дилов проводит отход с ноги успешно. Вопрос только, что дальше делать. Еще вот две минуты и пятьдесят секунд. У Степану Горшечникову, конечно, невыгодна позиция лежа на спине. Ему стоит искать попытки... Ему стоит искать шансы для локоть. Ему нужно вытаскивать ноги из-под себя. Но я думаю, что там уже сил не осталось. 60 секунд. Всего одна минута отделяет нас от имени нового чемпиона организации. Приду на Дилов и уже заводится зал, который понимает прекрасно, к чему это все приведет. Хорошие локти, кстати, снизу в исполнении Горшечникова. и снизу тоже можно урон наносить. Фреда! 49-46, 49-46, 49-46. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу и стал временным чемпионом GFC в полутяжелом весе Фарину Атима! ВЫВА! 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 САЛАМАЛЕХКУМ САМАРА! САЛАМАЛЕХКУМ САМАРА! ВЫВА! Редактор субъектив— Агаи Муаммад Зои, Агаи Шааба Уталий. Первое, хочу сказать Тимуру Абдулайгу, моему брату. Заразовали байону, который всегда не за нас. Без них этот поезд не был бы у меня, я хочу этот поезд отдать им. Спасибо вам, братья. Это твой. Так как этот вес для меня немножко тяжелый, я потусал в третьем, четвертом раунде. Хочу, изначально у меня был пятый бой на 84. Хочу позвать Танелина на бой, у меня нет прав. Спасибо тебе всем моим тренерам, всем моим тренерам. Алхамду Илья, спасибо вам. Спасибо. Боему Саши Гунаеву брать. Спасибо за то, что вы представляете мне такой шанс. Вица заплатят. Я рад, что победил сегодня. Сергей Калелин, я готов. Где ты? Если хочешь, прими мой бой. Давай, Таджик Стан вопеть. Олег Чико! Рамат калам в хамашму. А в ангур. Падар модель в маузе дадут ра. Отаджон. Пабелье барашму. Таджик Стан вопеть! Сашиду Дачила!